Родина преподобного Сергия Радонежского находится под угрозой. Так считают не только жители Радонежа, что были строятся Сергиевы Лавры. По мнению ученого сообщества и ряда общественных деятелей, вместе которые теснейшим образом связаны с именем Великого Русского Святого, ведется незаконное строительство. Земля, по которой ступал преподобный, распродается. На ней выстраивают частные дома. Общественность уверена, пора бить тревогу. О том, как охраняется и как надо охранять Радонежскую землю, репортаж Сергея Кириллова. В общественной палате России пытались решить, как спасти древний город Радонеж. Окрестности этого города на данный момент это зона охраны. То есть в юридическом смысле все это культурно-историческое наследие вроде бы защищено. Однако в последнее время мало кто соблюдает принцип законности. Местная администрация как будто не замечает, кто и что строит на родине преподобного Сергия Радонежского, а строит там коттеджи. Место для проживания более чем привлекательное. Это не просто клочок русской земли. А это сердце России. Это родина преподобного Сергия Радонежского. Если мы на этом сердце России будем ставить вот такие тромбы, которые я сейчас увидел, так сказать, на карте, то сердце будет закуплено, оно перестанет действовать. А руководству района я искренне желаю понимать, где они живут и очень бережно относиться к этой земле. Ни пяди этой земли преподобного Сергия Радонежского не должно попасть в неправильные руки. Год назад главный архитектор Московской области своими решениями, по сути, сократил площадь зон охраны в 10 раз. Было предложено создать вместо существующих три локальные зоны вокруг городища Радонеж и двух храмов. Таким образом, большая часть территорий охраны зоны предполагалось перевести в зону регулирования застройки. А это значит, что на архиважной территории можно строить все, что душе угодно. Нужно не допустить превращение Радонежа в новорусский поселок, как это уже, к сожалению, происходило с самым рядом заповедных мест. Я думаю, что нужно очень серьезно обсудить будущее Радонежа на основе взаимодействия с Северной Лавой, с Московской епархией, с Краемедами, с другими ученами, с исполнением музея, с сообществом, с законными известными историками. И такое обсуждение должно быть максимально открытым. И нужно сделать все, что местные власти, и все, от кого зависит определение границ охранной зоны и поддержание охранной зоны, не остались без участия. По словам отца Всеволода, необходимо внести вопрос о застройке Радонежа на повестку Дня рабочей группы при президенте России, который занимается подготовкой празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Участники слушаний в общественной палате сами решили создать рабочую группу и самостоятельно бороться за сохранение православной святыни. Древний Радонеж — одна из важнейших исторических территорий России. В Радонеже прошли годы юности преподобного Сергия Радонежского. Здесь возникла идея сопротивления Ордынскому игу, и отсюда началось объединение русских земель. В ходе комплексных исследований в 80-е годы XX века в окрестностях Радонежа было выявлено 290 памятников археологии, истории и архитектуры. И несмотря на эти данные, вопрос о создании в Радонеже заповедника до сих пор не решен. По единогласному мнению участников, Радонежу давно пора присвоить статус природно-культурного заповедника и охранять необходимо все пространство древнего города, а не отдельные здания, даже если это храмы. Только в этом случае можно будет сохранить родину великого чудотворца для будущих поколений. А по мнению артиста Николая Бурляева, в Радонеже необходимо создать духовную долину. Проект такой долины он уже послал президенту Российской Федерации.